С началом новогоднего периода люди, как правило, делятся на два лагеря. Одни приобретают искусственные ёлки, а другие отдают предпочтение живым деревьям. Вблизи одного из крупных столичных торговых центров уже по традиции ежегодно продают пихты, которые привозят из соседних регионов. Средняя цена – до 2000 рублей. Получается, с 2003 года мы каждый год торгуем, привозим из-за саян, закупаем. Люди не жалуются. У мэрии взяли разрешение, место попросили, заплатили за это. Нам разрешили торговать. Живые пихты или ели быстро осыпаются и редко бывают симметричными. А искусственная ель служит не один год, что экономит семейный бюджет. Можно сказать, что у обеих разновидностей главного атрибута нового года есть как плюсы, так и минусы. В основном люди покупают живую ёлку ради запаха. Просто это зима, Новым годом пахнет. Искусственно целый год может стоять, а это именно Новый год. По местам торговли новогодними елями рейды проводят ежегодно. На данный момент индивидуальные предприниматели, все документы, порядки, договор купи-продажи имеются. По информации лесных инспекторов, для собственных нужд ель заготавливать можно, но только в специально отведенных местах. Для этого необходимо получить разрешение. Ели заготавливать можно. Если гражданин сам захотел заготовить новогоднюю ель, лично сам сходить в лес и заготовить, то надо ему заключить договор купи-продажи с лесничеством. Если какой-то гражданин без соответствующих договоров или не заключив договор купи-продажи с лесничеством пошел в лес, самовольно срубил новогоднюю ель, ёлочку, то ему грозит административный штаб по части 1 статьи 8.28 КОАП РФ на 3 тысячи. И сверху еще он уплачивает нанесенный вред лесному хозяйству. Рейды проводят совместно с представителями Управления Федеральной Налоговой Службы. В основном документы проверяем. Если у них нет документов, мы составляем административный протокол после 14.01. Сегодняшний год проверяли, у них документы все имеются. Ёлочных нелегалов сегодняшний рейд не выявил. Но рейды будут продолжены.